Далеко машины едут? Где машины едут? Демид и Софья внимательно слушают маму. Виктория Тихомирова – педагог с шестилетним стажем. Она знает, как интересно преподнести детям сложный материал. Сегодня девушка гостит у бабушки в поселке Путевой машиной станции 4. Здесь хорошо тем, что такая тихая обстановка, не городская, со спокойной душой отпускаем детей на улицу. Они играют, вполне все прекрасно, соседи добродушные. Да и обстановка, в принципе, такая человеческая, добрая, все хорошо. Обрушившийся на поселок дождь добавляет ему уюта. В такую погоду только плед, какао и наблюдать за происходящим из окна. Мария Сташкова вынуждена выйти на улицу. Собаку погодные катаклизмы не волнуют. Девушка живет здесь 30 лет, квартира ей досталась по наследству от папы. Здесь очень хороший поселок, мне нравится здесь. Потому что если взять соседние поселки, там мало растительности, а тут лес есть, можно погулять там. Сегодня в поселке Путевой машиной станции 4 живет 456 человек. Большинство из них получили квартиры, когда работали на железной дороге. Но есть и те, кто городскому ритму предпочел живописные виды Одинцовского округа. Мы продали квартиру в Москве, купили здесь и дочки в Кубинке. Дешевле, цены в Москве выше, чтобы дочке досталось тоже квартиру. Поселок появился на карте России в 70-х годах. Начиная с 2017-го этот населенный пункт начали приводить в порядок. Постепенно он стал преображаться. Здесь появились детская и игровая площадки «Новые лавочки». Ремонт территории проводили комплексно. Заасфальтировали проезжую часть, установили тротуары, обустроили парковочное пространство. Отремонтировано несколько подъездов здесь по программе. Зеленые наслаждения были проведены в порядок. Место для сбора мусора проведено в порядок. Отремонтировано. То есть данный поселок сейчас приведен к современным стандартам. Проверил благоустройство дворовой территории глава Одинцовского округа Андрей Иванов. По его поручению здесь установят еще и волейбольную площадку. Важно, что все работы в поселке ведут, учитывая мнение людей. Совместная работа администрации и местных жителей приносит результат. Алтына Юрумбаева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.